В Москве я буду скучать по воде, по нашим рекам и каналам. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! До Казахстанского моста мы не дойдем. Глубина падает. До критической. Смотрите, меньше метра осталось. Ничего, дойдем не впервой. Поднимем двигатель и будем дрейфовать. Спасибо, Алексей Алексеевич. Будут вопросы, мы с вами свяжемся. Всего доброго. Добро пожаловать в Казахстан! Ну что у вас, товарищ май? Пусто. Ни документов, ни телефоны, ничего. Ну, документы могли быть в сумке. А сумка? Течение унесла. Субтитры создавал DimaTorzok Смерть наступила в результате ранения острым режущим предметом. Проще говоря, горло девушки перерезали. Судя по расположению раны, жертва стояла к нападавшему спиной. Нападавший был одного роста жертвы, может быть, чуть выше. Девушки лет двадцать пять? Двадцать пять, двадцать семь. Прошу прощения. Барышня ухоженная, следила за собой. Маникюр, педикюр, обручальное кольцо и след от него отсутствуют. Признаки борьбы, следы насилия? Не обнаружены. Как думаете, Валентин Игоревич, долго тело пробыло в воде? Не более трех суток. Думаю, с вечера понедельника. На это указывают степень мацерации. Это пропитывание тканей жидкостью и их набухание. Вот, видите? Так называемые руки-прачки. Для расчета примерной точки попадания тела в воду, принимаем во внимание следующие параметры. Масса тела, период пребывания тела в воде, температура воды и скорость и направление течения. И что у нас получается? А получается, что тело, обнаруженное Коростогвардейского моста, было сброшено в воду вот в этом квадрате. Между домами 4-6 и 22-24 по набережной канала Грибоедова. Ну, а поконкретнее? Ну, как писал старик Гёте... Где ты? Здесь. Так вот, как писал старина Гёте, кто ищет, тому назначено блуждать. С кем мне карту? Поедем блуждать. Угу. Товарищ майор, вот, по-моему, дом номер 4. Понял. Швартуемся. Все верно. Вот дом номер 4. Видно, от него нам не назначено блуждать. Товарищ майор, смотрите, фонарь разбит. А значит, вечером и ночью была здесь кромешная тьма. То есть, идеальное место для убийства. Резонно. Тогда с этого места и начнем. Вот женщины, которые, согласно заявлениям родных, пропали в Петербурге и области за последние две недели. Внешность схожая. Возраст примерно один. Особые приметы? У скорик шрам на правой ноге, чуть ниже колена. У Фокиной непроколотые уши. А у нашей утопленницы в ушах сережки. А выведи скан заявления о пропаже. Дьячковой. Сейчас. Секунду. Адрес проживания? Союза печатников одиннадцать. Так, это рядом с каналом Грибоедова. А с кем проживала Дьячкова? Так. Станислав, одиннадцатого года рождения. Ну, вероятно, сын. И некто Дьячкова Алла Дмитриевна. Ну, либо мать, либо свекровь. А заявление о пропаже подавала Алла Дьячкова? Нет. Караваев Владимир Николаевич. А в заявлении пропавшую называет своей невестой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи вторую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь тоже детские вещи. Хорошие, аккуратно сложенные. Явно несли не на помойку. Бросили рядом с трупом. Возможно, где-то рядом и орудие убийства тоже есть. Пойду заплыву еще раз, посмотрю. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алиса! У нас сегодня день везения. Мы ждут двух камней нашу. Вы видели такой нож? Как сейчас сказал бы наш друг Усюгов свою любимую поговорку. Век живи, век учись. Химический состав воды из канала Грибоедова в районе предполагаемого места преступления соответствует составу воды в барабанной полости среднего уха убитой. Что и требовалось доказать. Наука подтверждает, что место преступления определено верно. Кто молодцы? Мы молодцы. Мы молодцы. Так, вызывайте заявителя Караваева на опознание тела. Я москвич в Петербурге в командировке. Уже полгода с разъездами. Где вы жили все это время? На канале Грибоедова. Фирма квартиру снимает. Чем занимается фирма? Разработка компьютерных продуктов. Здесь филиал. Головной офис в Москве. Как вы познакомились с Олей? На работе. Полюбили друг друга. У нас уже заявление в ЗАГС в Москве было подано. Что произошло в понедельник? Я вечером ждал Олю с детскими вещами у себя дома. В реке найден труп девушки с перерезанным горлом. Тело пробыло в воде трое суток. Сотрудники ФЭС выясняют, что убитая Ольга Дьячкова. Она собиралась замуж за Владимира Караваева. Ольга и Владимир подали заявление в ЗАГС и должны были переехать в Москву. Ну, чтобы на следующий день забрать Стасика уже налегке. Судя по невербальным признакам, не врет. То есть вечером вы были дома? Нет, я на работе задержался. Вы ей звонили? Конечно. То телефон дома оставит, то зарядить забудет. Я к ней домой пошел. Кто был дома? Бывшая свекровь Оля. Она сказала, что Оля ушла еще около десяти. Алла Дмитриевна страшно забеспокоилась, послала меня в полицию. Ну, ей из дома самой не уйти. Стасика не оставить. Понятно. В понедельник вечером Караваев звонил на мобильной Ольге. Шестнадцать раз. Все звонки были из района канала Грибоедова. И в этом квадрате, и офис Караваева, и его квартира, и место убийства. Он мог названивать и при этом быть где угодно. Есть чем заняться. Юль, а у тебя случайно нет для нас подходящей цитаты? Ну, только не очень мрачной. А то у Стюгов сегодня изволит философствовать. Нет, Алиса. Цитаты – это не ко мне. Жаль. А мы на тебя так рассчитывали. Пойдем, Алиса. Стасик! Стасик! Стой! Все хорошо, мой милый? Да. Ну, иди. Олечка была женой моего сына. Он умер год назад. Внезапная остановка сердца. И Оля так быстро снова собралась замуж? Почему быстро? Год уж прошел. Олечка молодая. Жить-то ей надо как-то дальше. Я была очень рада за нее. Дай, пожалуйста, красную машинку. Ну, ну, мы хорошие. Стасик у нас очень болен. Амбулезный эпидермолиз. Их еще называют дети-бабочки. Вся кожа в рангах. Я за ним с самого рождения ухаживаю. Вы? А почему не Оля? Оля же работала. Лекарства. По времени. Перевязки. Вот. Все с собой ношу. Сейчас при таком заболевании делают пересадку костного мозга. Олечка хотела рискнуть. Прооперировать Стасика в Москве. И вы были не против? Да ну что вы. Если есть хоть один шанс вылечить ребенка, раз и навсегда. Надо такой шанс использовать. Дорога в Москве такая. Виктория Петровна, докладываю. Подтверждений тому, что Володя в понедельник задержался на работе, нет. Фирма снимает этаж здания без пропускного режима и камеры видеонаблюдения. Сотрудники снимают и ставят этаж на сигнализацию, когда захотят. Просто набирают на пульте код. Поэтому и неизвестно, кто когда приходил, уходил. Так будем качаться, да? Да. Не сильно? Да. Не дай бог упадет, а каждая царапина для него – мучение. Алла Дмитриевна, скажите, а у Оли были друзья? Да, конечно. Самая лучшая подруга – это Ира Корниенко. Она в ателье работает, приемщицей. И на работе у Олечки хороший приятель есть – Игорь. А с Игорем и Володей подружился. Алла Дмитриевна, извините, что спрашиваю, а где вы были в понедельник, после ухода Оли? А где же вы еще быть? Дома? Со Стасиком? Ну да, я понимаю. Нож, который Федор достал со дна канала Грибоедова – это нож для раскроя кожи. Набухание деревянной ручки соответствует трем суткам пребывания в воде. Для раскроя кожи? Применяется в портовском деле. Вот, смотрите. Форма лезвия полностью соответствует форме нанесенной раны. То есть, с высокой долей вероятности мы можем утверждать, что перед нами орудие убийства. Нож абсолютно новый. Вот, попробуйте. Да, действительно. Стопроцентная сохранность лезвия. Думаю, был приобретен совсем недавно. Вот перечень интернет-магазинов, в которых продаются ножи для раскроя кожи. А заказы за последние дни проверила? Обижаешь. Все заказы поступали из разных швейных и скорняжных ателье. Ателье? Ателье. Алло. Алла Дмитриевна, здравствуйте. Это вас снова Алиса Моисеева беспокоит. Морской департамент ФЭС. А вы говорили, что подруга Оли, Ира Корниенко, работает в ателье. А вы не подскажете, как называется? Ателье называется «Сон Клеопатры». От нас это буквально в трех кварталах на канале Грибоедова. Посмотри, пожалуйста, не было ли заказа из ателье «Сон Клеопатры». Неделю назад был заказ на фамилию Корниенко. Есть. Федор Федорович, не хотели бы вы посетить ателье с романтическим названием «Сон Клеопатры»? Ну да, я попросила приемщицу Иру купить новый нож. Видите, этот совсем старый стал. Даже ручку пришлось скотчем приматывать. Ира купила нож. А почему же вы сейчас не пользуетесь новым? А новый пропал куда-то. Только купили, сразу же пропал. Представляете? Только зря деньги потратили. Вероника, пожалуйста, вспомните, когда вы обнаружили пропажу нового ножа? Можно просто Ника. Вчера я ножа хватилась. Вот поступил заказ, костюм с кожаными вставками. Пришлось со старым мучиться. А почему сегодня нет Иры? У Иры отгул. Она к маме на дачу поехала. Ой, у нее мама такая жуть доставучая. Вы знаете ее маму? А подруг вы ее знаете? Знаю одну. Оля у нее есть лучшая подружка. А что? Олю убили. Как это? Когда? Вы знаете, я что-то такое предчувствовала. Недавно Оля с Ирой так поругались, чуть не подрались. Ну ты, Ирка, и змея. Лучше подругу изображаешь, да? А сама только и думаешь. Олька, ты чего? Что я думаю? Как нас с Володей разлучить? Мое место занять хочешь, да? Оля, ты с дуба рухнула. Да мне твой Володей даром не нужен. Не ври! Все равно у тебя ничего не получится, поняла? Потому что мы уедем в Москву и поженимся. Да на здоровье. Какая муха тебя укусила? Никакая! Сама знаешь! И вот только попробуй. Еще хоть что-то плести Володе у меня за спиной. А вы не могли бы мне дать телефон Иры? И ваше тоже. Вот здесь телефонный ателье и наше мобильное. Вы можете мне позвонить, и я вам что-нибудь сошью. Мы для мужчин тоже шьем в виде исключения. Хотите пиджак без воротника? Пуговицы здесь и здесь. Благодарю, но мне сейчас не до пиджака. Можно не прямо сейчас. Юль, можешь срочно определить геолокацию Караваева? Минутку. Как сон Клеопатра? А во сне мне нашептали, что Караваева могли связывать романтические отношения с лучшей подругой убитой. Ну не знаю, как насчет лучшей подруги, но сейчас Владимир Караваев находится у Красногвардейского моста. Непосредственно на том месте, где обнаружили труп. Спасибо. Спасибо. В реке найден труп Ольги Дьячковой с перерезанным горлом. Орудие убийства – нож для раскроя кожи. Ольга – вдова, ее муж умер год назад. Дьячкова собиралась замуж за Владимира Караваева и готовилась к переезду в Москву. Вечер гибели Ольга взяла сумки с вещами, ушла от жениху и пропала. У нее остался маленький сын Стасик. Мальчик тяжело болен. В Москве ему должны были сделать пересадку костного мозга. Кирилл? А? Кирилл, а что-то случилось? Меня соседи ночью затопили. Утром вышел на кухню, а там воды по щиколотку. И штукатурка с потолка прям кусками падает. А чего соседи говорят? А они мне дверь не открыли. Пол, говорят, мыли. С водой перестарались. Они не пол мыли, они его из шланга поливали. Оль, ты не бойся. Я Стасика не брошу. Володя, простите за беспокойство. Мы уважаем ваше горе, но вынуждены задать несколько вопросов. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Скажите, в каких отношениях вы состояли с Ириной Корниенко? С Ирой Корниенко. Ни в каких. А почему тогда Оля ревновала вас к Ире? Вы, наверное, что-то путаете. Не было такого. Насколько я знаю, Ира встречается с Игорем. Это кто? Игорь Дроздов. У нас в офисе работает. Компьютерщик. Я вообще думал, что у него одни программы в голове. Тут он заявляет, что от Иры без ума и на все ради нее готов. Володя, а можно нам координаты Игоря? А, конечно. Спасибо. Спасибо. До свидания. Дроздов Игорь Сергеевич. Восьмидесятого года рождения. Не женат. Детей нет. Настоящее место работы ООО «Бандор». Та же самая контора, где работает Володя и работала Оля. Программист-консультант. И чем вас заинтересовал этот программист-консультант? По словам Караваева, Игорь ради Иры готов на все. Если предположить, что убийца Ира, она же легко могла сделать Игоря своим соучастником. Например, чтобы обеспечить себе алиби. Когда-то Володя и Ире действительно нравился. Ира мне сама рассказывала. Но это было до того, как Оля познакомила Иру со мной. Мне тогда башню сразу сорвало. Как говорится, любовь с первого взгляда. А Ира, увидев, что Володе нравится Оля, стала встречаться со мной. Вот теперь мы все время вместе. Я и на рыбалку только хожу, когда Ира к маме уезжает. Игорь, извините, что спрашиваю. А вы уверены, что Ира с Володей не давали Оле повода для ревности? Ну, хотелось бы надеяться. Володя приличный вроде человек. Вон, ребенок у Оли больной. Так он его полюбил, гулял с ним. Об операции договорился. Игорь, а где вы были в понедельник вечером? На работе. Программу надо было добить. И кто может это подтвердить? Володя. И камера у нас есть. Да? А Володя сказал, камер нет. Ну, он, наверное, не знает. Скрытое видеонаблюдение. Недавно поставили дорогущее оборудование. Хотите, пойдемте к нам в офисе, я вам скопирую в записи. Да. Очень хочу. Ирина, а вы покупали недавно нож для вашего ателье? Да. Вероника попросила, у старого ручка стала ломаться. Нужно было укреплять скотчем. А куда же делся новая? Ой, да понятия не имею. Все ателье перерыло, нож как сквозь землю провалился. Вы ссорили с Олей незадолго до ее гибели? Ой, вы знаете, как я сейчас об этом жалею. Оля вдруг приревновала меня к Володе. Да мне ее Володя совершенно не нужен. Мне и с Игорем все хорошо. Вот, кстати. Ну, не могла же Оля просто взять и на ровном месте ее. Ну, если честно, поначалу Володя мне и правда нравился. А я ему совсем нет. Ну, Игорь, ну, пусть он и не такой симпатичный, зато любит меня. А где вы были в понедельник вечером? Дома. А вот, маме эсэмэску писала я в душ, потом спать. Это алиби? Нет. Эсэмэску из дома мог послать любой по вашей просьбе. Вы всегда так подробно отчитываетесь перед мамой? Ой, просто ее не знаете. Я чуть ли не каждый час пишу, где я, что со мной и что делаю. Можете посмотреть. Ну да, ну да. Юля, осмотрела запись? Садись. Спасибо. Судя по показаниям таймера, Игорь просидел так с 20 часов до часу ночи. С восьми вечера до часу ночи, не вставая? Он же компьютерщик. Мог и сутки так просидеть. А в котором часу появился Караваев? В 22.15. Просидел 40 минут. Значит, алиби Караваева косвенно, но подтверждается. Почему косвенно? Потому что теоретически он мог успеть дойти до места убийства и вернуться. Ради алиби? Но он же не знал, что есть камера. Во-первых, мог и знать. А во-вторых, он знал, что есть Игорь, который, если что, подтвердит, что Караваев был в офисе. Ирина, скажите, а какой у вас рост? А, 158, а что? Каблук носите? Ну, если только вот такой вот. У миниатюрной женщины все должно быть миниатюрным. Коллеги, давайте проведем следственный эксперимент. Цель эксперимента – получить ответ на вопрос. Могла ли Ирина нанести Ольге сзади удар соответствующей силы и тут же сбросить жертву в воду? Коллеги, я вывел пропорцию соотношения роста Ольги и Ирины. Ирина, как мы знаем, носит каблуки не больше трех сантиметров. А на Ольге были ботильоны, на каблуках семь сантиметров. Совершенно верно. Учитывая рост Алисы, я надстроил наш манекен таким образом, чтобы пропорциональная разница сохранилась. Вот на экране, обратите внимание, вы видите угол, под которым нанес удар убийца. Теперь давайте посмотрим, насколько это удастся Алисе. Нож мы маркируем краской. Вот теперь давай. Федор Федорович, мне как-то неуютно. Так, Алиса. Все, все. Спасибо. Теперь сравним угол, под которым был нанесен удар. Но даже невооруженным глазом видно, что угол удара совершенно другой. Смертельную рану Ольге нанесла не Ирина. Теперь остается выяснить, кто из близкого круга Ольги заходил в ателье и похитил нож. В ателье камер видеонаблюдения нет. Может, на улице есть напротив входа? Похоже, что нет. Будем искать свидетелей? Может, бабульки какие-нибудь из дома напротив? Смотри, этот микроавтобус стоял здесь в прошлый раз, когда я приходил. А вот и наш немой свидетель. Товарищ майор, вопрос. Зачем у неподвижного микроавтобуса работает видеорегистратор? Хороший вопрос. Микроавтобус принадлежит ресторану «Розовый снегирь». Водитель Павлищев Иван Георгиевич по ночам разводит сотрудников ресторана, а днем спит. Микроавтобус оставляет у себя под окнами. Да. Виктория Петровна. Едем. Сейчас будем интересное кино смотреть. А записи с видеорегистратора что-то дали? Не то слово. Однажды водитель забыл выключить видеорегистратор в своей машине и случайно записал смешную сценку. Как невеста букетом избила жениха и сбежала. Ну, а при чем тут? А при том, что эта запись стала хитом в интернете. С тех пор он регистратор вообще не выключает, только карты памяти меняет. Еще славы хочет. Я отсмотрел на перемотке все записи, которые сохранились до вечера убийства. А Володи нет на этих записях? Володи нет. Но вот за два дня до убийства в ателье заходила Алла. Это, конечно, еще ничего не доказывает. Она могла туда просто как клиент заходить. Тем более, что живет рядом с ателье. Вот, надо еще раз опросить портниху. Надо, но в этот раз пусть Алиса сходит. А то она мне в прошлый раз такие глазки строила, что я ее ноги оттуда унес. Федя, я не знала, что ты покоритель женских сердец. Есть немножко. Только ты жене моей об этом не рассказывай, ладно? Ой, да ладно, у тебя Катя не ревнивая. Да пусть уж и ревнивая была. А то так засмеет, что в дом будет не войти. Федь, а может быть, тогда ты мне поможешь? Ну, точнее, не мне, а нам всем. А что случилось? Кирилла нашего соседей затопили. Ты же знаешь, он человек скромный, мягкий. Может, ты ему поможешь там все разрулить? Да не вопрос. Съезжу. Тем более, что у меня вид грозный, устрашающий. Вероника, а зачем Алла Дмитриевна на прошлой неделе приходила ваша Аклина? Ну, я же ей шью. Она в субботу заходила, хотела заказать осеннее пальто. Но у нас цены стали дороже. И мы не можем цены не поднимать, потому что кушать что-то надо. Так заказала Алла пальто? Ой, нет. Она, как узнала, сколько это будет стоить, у нее прям сердце закололо. Представляете? Представляете, какая она впечатлительная. И Алла Дмитриевна захотела выпить таблетку. Я за водой выходила в подсобку. А Ира где была? Ира на обеде. То есть Алла Дмитриевна оставалась в помещении одна? Ну да. А что? Нет, ничего. Федь, подготовь сумки с детскими вещами. Которые мы в канале Грибоедова нашли? Да. Сейчас придет Алиса, отправь ее домой к Алле. Ну, под предлогом возврата сумок. А на самом деле? А на самом деле, Алиса должна будет деликатно расспросить Стасика, оставалась ли с ней бабушка после ухода мамы. Да, я буду дома после восьми часов вечера. Не понял? Сами сделаете ремонт у меня на кухне? Да, конечно. Я не возражаю. Звонили соседи сверху, сказали, что сами сделают ремонт у меня на кухне за два дня. Да. Замечательно. А все потому, что у кого-то очень грозный вид. У кого? У меня? Не у меня же. Ну, не у меня же. Правда, что ли? Здрасте. Проходите, пожалуйста. Спасибо вам. А сумки поставьте тут. Я не хочу, чтобы Стасик видел. Он же ничего не знает. Вы проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуй, Стасик. Здравствуйте. Бабушка, дай мне планшет с мультиками. А то ты будешь с тетей разговаривать, а мне будет скучно. А ты всегда мультики в планшете смотришь, когда тебе скучно? Да не говорите. Дурная привычка. А в понедельник вы тоже Стасику давали мультики, когда уходили? Да. Пока бабушка поражала маму, я все мультики поисмотрела. Вы же сказали, что Оля ушла одна. А я, я вместе с Олей вышла. В магазин. Стасик, что ты говоришь такое? Я же тут же вернулась. В какой магазин вы ходили? В соседний дом. Двадцать четыре часа. Алла Дмитриевна, это легко проверить. Сейчас в каждом магазине есть камера видеонаблюдения. Я с самого рождения ухаживала за Стасиком. Мы с ним были как одно целое. А тут словно гром среди ясного неба. Оля сообщает, что везет Стасик в Москву. И что там ему будут делать операцию. Ты погубишь ребенка. При его заболевании результат таких операций 50 на 50. Я же читала. А вы поменьше ерунды всякой читаете. Это не ерунда. А вот если ухаживать за Стасиком, так как я ухаживаю, он выздоровеет безо всяких операций. А если нет? Зато он останется жив. Уезжай, уезжай. Выходи замуж. А Стасика остась здесь со мной. Ну уж нет. Мы уедем вместе. Володя сказал, что наймем няню с медицинским образованием. Да он вообще его за своего сына считает. Да что ты! Еще неизвестно, с кем твой Володя уедет. Сама говорила, что Ира его обхаживает. Да когда это было? И было, и есть. Я в ателье была. А из примерочной слышала. Как Ирина с Володей по телефону говорила. Да? И что же она ему говорила? Что Володе не нужна жена. С больным ребенком. Я надеялась, что Оля с Володей поссорится. И он уедет один. Но не получилось. Не получилось. Я побеседовала с Володей. Старалась отговорить его, забирать Стасика. Убеждала, что больной ребенок это абуза. Но Володя, он сказал, что любит моего мальчика. И что Стасик это не абуза, а член семьи. Их семьи. Тогда я поняла, что убийство это единственный выход. Знаешь, Олечка, а ты права. Ребенку всегда с матерью лучше. Вот именно. Да. А насчет операции, ну если есть такая возможность, надо рискнуть. Ну вот. Я же знала, что вы умная и добрая. Как хорошо, что мы останемся друзьями. А вы к нам в Москву приезжайте, да? Когда захотите. Оля сказала, что Володя уже купил билеты, и что завтра они заберут Стасика прямо к поезду. А сегодня Оля отнесет вещи Стасика к Володе. Я поняла, что другого случая у меня не будет. Нож, к тому времени вы уже похитили? Да. Да, после разговора с Володей. Я предложила Олечке помочь отнести сумки. Что теперь будет со Стасиком? Стасик останется с Володей. Караваев и так его собирался усыновить. Он уже начал оформлять документы на опеку. КОНЕЦ КОНЕЦ